Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Отвечу сейчас на вопрос одного из наших посетителей приюта. Очень жаль, что сейчас непонятно, как без имени обращаться, поскольку теперь какие-то закорючки там вместо имени. И я вас прошу, вы смените там в Ютубе, можно написать после этой собачки своё имя по-английски. Хотя будет понятно, кто задаёт, как обратиться, какое имя у этого человека. Но тем не менее, вопрос звучит так. «А за плохих, значит, батюшка, не молятся. А как же заповедь? Любите врагов ваших». Вот такая немножечко, видимо, иронизирующий или упрекающий такой вопрос, что «А за плохих батюшка, значит, не молятся». Я оставил без внимания и думаю, ну ладно, пусть стоит, пусть человек сам как-то разберётся, молюсь я за плохих или не молюсь за плохих. Но через четыре часа после этого комментария появился ещё один вопрос. «Да, мне тоже это очень интересно узнать». Спрашивает ещё кто-то, и здесь есть лицо. Тут даже фотографии есть того, кто ещё. И это женщина вторая. Так вот, вопрос, конечно, хороший, да больше того, он чуть ли не главный вопрос всего нашего богослужения и нашего духовного совершенства. Но давайте я вам напомню заповедь. Она звучит в Евангелии от Матфея, пятая глава, 43-44, строфы. И звучит она так. Вы слышали, что сказано? Сказано в Ветхом Завете. «Любите ближнего твоего, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». То есть в Ветхом Завете ближнего нужно любить, а врага ненавидеть. В Ветхом Завете. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть молитесь за гонящих и обижающих вас. Любить врагов надо, а молиться за гонящих... Если мы подходим буквально к этой заповеди и хорошенечко её разбираем и не воспринимаем её в общем, а именно так, как она написана, воспринимаем, то я обращаю ваше внимание, что «твоего» и продолжение этого «твоего» в вас, местоимении вас, обозначает всё-таки индивидуальные ваши враги, ненавидящие, гонящие и всё остальное. И если буквально мы подходим к тому, что здесь сказано, то любить мы должны врагов, а молиться за обижающих и гонящих. Личных. Личных. Солнышко, надо же. Опять там дождик, а как начинаешь какие-то такие вещи, правильные, как говорится, обсуждать. Солнышко иногда прямо как бы, о, видите, как разгорелось. Как бы помогает. Так вот, это очень сильно меняет наше с вами отношение к тем, кого мы называем врагами, когда мы осознаём о личном вашем отношении с ними, «твоего». Поскольку если «твоего», то это может один, два, три, четыре быть, как там вот говорится, «а батюшка за плохих людей, значит, не молиться». Так вот, я вам скажу так, «а за плохих, значит, батюшка не молиться, не молишься даже так». А как же заповедь? Так вот, плохих-то по отношению ко мне гораздо больше, чем врагов моих и гонящих меня. Я вам так скажу. И так как в заповеди не звучит, что я за всех остальных плохих должен молиться, а только за тех, кто конкретно ко мне, враг или там гонящий меня и так далее, то здесь вопрос, а должен ли я за всех их остальных плохих молиться? И вопрос этот упирается в то, что а по отношению к кому они плохие, почему я их называю плохими? И выясняется, что они плохие, потому что страну мою уничтожить хотят, на ближних моих нападают, мою природу портят, например. Как вон я защищаю все источник, там вроде плохие, они источник губят, но те, кто делает это все, работники, в том числе таджики и так далее, они по отношению ко мне никакого неприязни не имеют, и я тоже не имею, больше всего мы прямо дружим с ними. Это очень любопытно, что сейчас идешь по городу, а навстречу тебе эта бригада, которая в магазин ходит, там закупается едой, и они издалека начинают здороваться, и это очень прямо оглядываются люди. Но они мне приятны, эти люди, хотя они по отношению к источнику моему нехорошие, нехорошие. По отношению ко мне, те, кто с этим источником нехорошие, так я не знаю, враг ли я для них. Да, я им мешаю, там, может быть, деньги истратить, как им хотелось бы по-быстренькому закопать или еще что-то. Но я не знаю, как они к личности к моей относятся, считают ли они меня врагом. И уж я-то их точно врагами не считаю, ни главу, ни его зама, ни каких-то еще. Я их могу считать, что недостаточно компетентные, недостаточно понимают, что здесь происходит. Я тут даже, матушки говорят, да понятно, что они не могут эти деревья срубить, поскольку денег-то нет. Любое дерево срубить, это деньги серьезные, нужно. Либо надо кого-то подтянуть из тех, кто бесплатно это сделает, либо где-то изыскать такие средства. Даже в этом вопросе я понимаю, что у них есть немощи, как я их, кем я их тогда должен считать. Хотя в данном случае они не хорошие люди по отношению к тому, что они делают с городом. Должен я за них молиться? Ну, наверное, и я с чистой совестью включаю их в свою молитву «Бог, Сы, помилуй нас». И в нас я включаю всех, кого считаю, что они способны каким-то образом одуматься. И молитвой своей я что-то могу с ними сделать. Но ведь есть враги, которые этой молитве не могут быть успокоены этой молитвой или каким-то образом преобразованы. Здесь я вспомню вам, что я преподавал в Суворовском училище дисциплину «Духовная суть науки побеждателей» Александра Васильевича Суворова. Я изучал Суворова хорошо, с детства меня отец приучал, я все книги читал и так далее. Так вот, меня очень удивило отношение Суворова к врагам, к тем, которые против страны шли, против других стран. Он ведь не только Россию защищал и все остальное. Так интересно, что он учил своих богатырей, детей своих, как он их называл, сыновья мои, и они в том числе и духовные его сыновья были, поскольку они вместе причащались, обязательно перед битвой богослужения устраивались, он писал молитвы, ну, он был очень духовный человек, я считаю, он был святой, и его надо признавать святым. Я знаю, почему его сейчас не признают, у него там есть высказывания про муслимов не очень хорошие, но это про тех муслимов. Сейчас можно исключить, он про турок, которые нападали на Россию, так сказал. Сейчас-то можно не обращать внимания, но у него отношение к врагам как к телам порабощенных сатаной. И эти тела идут убивать его ближних, и он готов отдать душу свою за други своя. При этом он учил своих богатырей, убивая врага, молитесь за него, то есть Господи помилуй, они говорили, втыкая в него штык, а штык это было основное орудие его солдат, потому что пуля-то дура, а штык молодец. и втыкая «Господи помилуй», он освобождает душу, так он их учил, от этого порабощенного сатаной тела. И это делание, кстати, он никогда просил не называть работой воинское делание, служение, он считал это богослужением воинское, никогда не называйте работой. Так вот, это делание, это и есть молитва, то есть убить, как мы говорим, врага своего, это было спасти врага своего от порабощенного сатаной тела, а уж после задуши его молиться, после ведь ходили эти убиенные тела и забирали, где-то даже не забирали, их освящали, молитву служили, освящали и даже оставляли, так уж честно говоря, очень много непогребенных оставалось, если не могли войска там остаться, должны дальше двигаться куда-то и все остальное. Поэтому, что значит молиться? Как тогда молиться? Если вот таким способом молиться по отношению к врагам своим, то я могу сказать, что вот сейчас на передовой такие наши ребята-молитвенники такую молитву сотворяют. Я-то могу такую молитву сотворять, но у нас священникам не полагается так, у нас какой-то другой способ молиться. Но здесь опять я обращаю внимание на личных. С личными гонителями не врагами. Вот врагами я как-то ну как-то ни одного человека врагом. Нет, давайте я слукавлю, скажу, что кого-то я не считал врагом своим. Нет, есть парочка человек, которых я, может быть, и врагами считаю. Но опять они для меня больше враги церкви нашей, а не меня. Я-то здесь уж просто пример их такого отношения. Но слава богу, как говорится, выживший пример. И дальше посмотрим, что там будет. Но у меня я уже раз вам рассказывал, есть некая такая вот что-ли печалька, что он объявляется мне врагом, он начинает на меня ну прямо клевету клеветой распространять. ты пытаешься ему объяснить, что ты делаешь, откуда ты все это взял, откуда у тебя такие измышления, или он берет и переворачивает все с ног на голову обычные факты, которые в его представлении становятся просто жуткой какая-то. Вот. И он не может, не унимается ничего, продолжает, продолжает. Я с одним из таких встретился перед судом общецерковным в Москве, там другого еще судили передо мной священника, и он пришел его защищать. Вот, грубо говоря, один из главных моих таких гонителей, который в ЖЖ, там, в Фейсбуке, где-то на встречах каких-то говорил, какой я нехороший человек, ни разу со мной не встречаясь, не зная ничего, взявши какие-то откуда-то сведения, которые были в личном деле в епархии, но как они вышли наружу и как их интерпретировали, очень странный такой это, я не поговорил с ним, а потом очень жалел, поскольку буквально через несколько месяцев он погибает. и так я понял, например, после встречи с отцом Всеволодом Чаплиным, который тоже про меня не очень хорошие вещи говорил, но мы с ним однажды встретились на собрании такого организации сообщества, оно называлось, и он увидел меня и прямо так обрадовался и как-то пригласил и отец Михаил, прости меня, в общем, я говорю, да ладно, вот, я тоже сразу простил его, мы там как священники поцеловались и даже он попросил, давай больше не будем в сетях друг друга поминать, и я держался, я не поминал его, я его не поминал до, грубо говоря, последней его кончины, когда он вот скончался, я там помянул, ну и скажу, что я уже неплохо его помянул, потому что для меня ну казалось, да, он вот такой гонитель меня, но вдруг стало понятно, что он гонитель, поскольку вот он на такой должности, ему на этой должности надо защищать чьи-то интересы, интересно, конечно, тех, кто выше меня, и он это делал, ну и я здесь был тем, на кого это распространилось, но я его простил, молюсь ли я за него, честно говорю, я их почему-то всех забываю, то есть даже за упокой, иногда поминая, я тех, кто вот так ко мне относился, а я еще раз повторяю, пять человек я могу назвать, которые вот такие самые активные были, и никого уже нет, отец все вот, ну может быть самые мягкие из них, которые, а то еще были вообще, которые вот такую гнусь какую-то несли, что думаешь, ну что ты, ты совсем что ли спятил, а оказывается у него цирроз печени, вдруг сообщают, что он от цирроза печень, а что тогда, если бы я знал, что у него цирроз печени, я бы, или там я знаю про одного из своих гонителей, что у него поврежденный позвоночник, там у него травма головы серьезная, ну а как я его должен тогда как здорового человека воспринимать, как я, я же не суворовец, который должен прийти и помолиться за него штыком, как говорится, даже у Суворова, у Суворова была еще такая, да это не только у Суворова, тогда просто в честь такую входила воинскую, что если ранен, то его нельзя трогать, больше нельзя не добивать, ни до чего, почему в белых штанах, вы думаете, ходили в бой, а это как раз сразу проявлялась кровь, и если на белых штанах появилась кровь, то этого солдата больше не добивали, у Суворова была прямо заповедь, не добивать, лежачего не трогать, это вот суворовские, все эти заповеди, значит, и в этом положении он уже осознавал, что либо надо помолиться так, чтобы больше никогда не встал, либо промысел Божий спасает этого человека, спасает, причем очень многие такие спасенные оставались в России, как армии Наполеона в 12-м году пришла 600 тысяч, а вышло по-моему 14 что ли тысяч, или 1600 тут Мединский, и думаете все погибли? В Бородино погибло 180 тысяч, а где еще 400? Так половина осталась, потому что вдруг поняли, что враги-то, на которых они пришли значит воевать нормальные люди, с ними можно общаться, да еще все по-французски говорили высший ты свет там, ну ладно, это уже немножечко другая тема, поэтому дорогие мои, молюсь ли я за личных врагов, за твоего врага, честно скажу, я не вижу сейчас грубо говоря тех, кого я бы назвал гонителем, врагом там или еще что-то, у меня нет с ними никаких отношений, а уж если появился комментарий гадкий какой-то или еще что-то, ну кто он мне такой, я даже не знаю зачем он этот комментарий написал, там вообще половина вот таких комментариев пишут спецслужбы, чтобы определиться в каком состоянии находится человек, вот они таким образом провоцируют разговоры, там скандалы или что-то, через которые можно понять, а кто он, что сейчас это вот вообще очень актуально и полезно делать, провоцируя таких злобных людей и определяясь на чьей он стороне и где он, поскольку внутри страны врагов и в церкви врагов достаточно, достаточно, они могут вести себя очень прилично и очень хорошо, но их как-то надо выявлять, в том числе через какие-то отношения, но моих личных врагов я не вижу, то есть мне получается как-то не за кого молиться в данном случае, а за всех нехороших людей, ну извините, они не входят в заповедь, эти все нехорошие, больше того, у нас есть конкретные и евангельские, и от старцев по преданию, гнать гнать лукавых, гнать тех, кто лукавым служит, вот уж воины обязаны их вообще уничтожать, и это святая обязанность воина уничтожать врагов, и здесь вот, а мы воинам должны помогать это делать, молитвы за своих воинов, за воинство свое, за тех, кто ими управляет и все остальное, поэтому здесь давайте быть повнимательней, что ли, определяясь за кого молиться, за кого не молиться, что-то вспомнить интересненькое, я не хочу вот все время переводить в какой-то веселый, юморной некоторые разговоры, но здесь-то хочу закончить тем, что вот любая форма возвышения себя или любая форма уничижения себя публичное, мне кажется, это лицедействие, лицемерие такое, вот тот, кто скажет мне, я молюсь за всех врагов своих, ну я скажу, ну ты притворяешься, поскольку на этом уровне, когда человек, на мой взгляд, научается молиться за всех врагов своих, это святой, этот человек не будет говорить, что я молюсь за всех врагов своих, отец Василий Родзянко, там у него прекрасно есть беседа о любви, рассказывает о нескольких ступенях этой любви, по которым мы идем, то есть сначала осознание, что он тебе не вредит этот враг, потом прощение этого врага, потом приятие, осознание, что он помогает тебе совершенствоваться, мне лично все, можно так сказать, бывшие эти враги очень помогли на мой взгляд в жизни, то есть я невероятно доволен тому, что сейчас происходит и каким образом наши с вами отношения происходят, тем более, что вчера вы все так подтвердили мне, что оказывается смотрите, вам это все нужно, я вам жить помогаю, несколько сотен поздравлений пришло, причем с хорошими такими удивительными комментариями, что я на некоторых комментариях честно говоря прослезился, не ожидая, что вот такое отношение, такую роль я могу к вам по отношению к вам какую-то иметь, вот, и я думаю, что там и есть те, кто не принимал то, что я говорю, а то или обзывал, или как сегодня комментарий пришел, люблю всех раскольников, что ли там написано, люблю всех и вас тоже, вот, очень мне ваше нравится, я еще раз повторяю, никакой я не раскольник, я люблю свою церковь, я русский православный, то, что я в этом положении сейчас вот так свое служение продолжаю, для меня никакого, можно так сказать, значения не имеет, то есть, я даже понимаю свое положение, в котором нахожусь, даже еще раз говорю, я доволен, что я на таком положении в русской православной церкви, потому что с некоторыми я не хотел бы ни врагом быть, ни общаться, ни быть в единении с этими людьми, ну вот как-то так, но это вот выше того, что отец Василий Розянко говорит, что вы прощаете, а потом пожалейте, вот он останавливался на, можно так сказать, высшей ступени, которую мы можем еще определить для себя и каким-то образом признавать, это пожалеть врага своего, пожалеть, если мы скажем, я люблю врага своего, я в это не, по отношению к себе, например, не поверю, то есть, ну, пожалеть я могу, да, вот, вот мне жалко его за то, что он вот такой, вот всякой, за то, что он, ну, в общем, вот как-то так, но и самоуничижение тоже, я считаю, иногда такое публичное, такая же, можно так сказать, неправильная вещь, я захожу в один монастырь, подходит один монах, благослови меня, отец святый Михаил червя недостойного, подходит он ко мне за благословлением, я, значит, его благословляю, говорю, так, надо смирить свою гордыню, то, тогда, говорю, тебе жизнь будет лучше, ну, при благословлении я ему, какую гордыню, я червь недостойный, недостойнейший, я говорю, вот ты себя возвысил до такого самоуничижения, что червь недостойнейший, ты вот так себя возвысил, а все остальные, значит, не черви, не недостойнейшие, все, значит, грешники остальные, только ты, черви, недостойнейший, я ему объяснил, как он себя называет, он сказал, ой, что тут это, потом мне настоятель говорит, он неделю ходил на святой источник, там, к прудику, сидел все и что-то думал, молился, а пришел, потом, говорит, и покаялся, говорит, отче настоятель, прости меня, что-то я тут действительно за это загордился, ходил, на всех злился, все не такие, все не так себя ведут, все, значит, и мало постятся, и мало молятся, и все остальное, все у них не так, вот, вот, и я таких уничижающих себя, ой, я такая, вот, вижу, как таких же, как говорится, возгордившихся над другими людьми, поэтому, на мой взгляд, такая вот золотая серединка, где врагов ты еще не любишь, но уже жалеешь, вот такая нужна, себя червем не называешь, но уже и не обижаешься на то, что ты, то есть, уже радуешься тому, что ты в лоне Христовом, и ты с Христом вместе, какое-то дело здесь хорошее можешь на земле творить, вот так, мои хорошие, так что, жду вас на канале, жду ваших комментариев, мне, конечно, и хороший комментарий нравится, честно говоря, очень радуется, когда человек так поблагодарит, у нас обязанность благодарить, Христа ведь, вот, десять он вылечил прокаженных, а только один вернулся и поблагодарил, кто получил пользу от этого лечения, вернувшийся, поблагодаривший, вот он получает благодать за то, что благодарит, мы вообще за благодарение Господу получаем все его основные дары, пока вы просто молитесь, 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 просите, 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 вы получаете благодать на делание, на ваше совершенствование, а не на духовное вашу радость, вот это вы должны как-то понять, что пока вы просите, как только вы начнёте благодарить, поняв, что всё, что вам нужно, было уже дано, и вы уже должны понять, что вы родились это славяне Господи, вы живёте это славяне Господи, вы питаетесь чем-то и славяне Господи, не в гробу лежите и славяне Господи, вот с благодарения, как только начинается благодарение, вы начинаете получать, можно так сказать, излишнюю благодать на радость, на радость, пока вы получаете благодать на делание, на успокоение иногда благодать, то есть почему некоторые долго пытаются повеситься, хотят повеситься, а всё не вешается, а Господь на успокоение даёт некоторую благодать, чтобы он, как говорится, не повесился. Вот так, вот такой ответ, и я боюсь просто называть кого-то теперь врагом, давайте я честно скажу, вот после этих пяти смертей я с большой трепетом слежу за теми, кто ещё там оскорбил и всё ещё жив, я удивляюсь, как они после этого сами там падают и как их самих начинают гнать, в том числе там Андрей Ефанов или там Максимов что ли, какой-то про меня выпустил тоже заказной ролик, что-то там рассказывает, никогда я его видеть не видел, он меня никогда не видел с такой вот, его тоже погнали, я боюсь, что они помрут без покаяния, и вот за это я готов, как говорится, помолиться, вот, вот как-то так, и жалею их, конечно, вот так, всё, жалейте врагов своих, вот, своих, а уж всех остальных, которые против Родины, против ближних наших, ну, извините, здесь молитовка Александра Васильевича и его богатырей иногда потребнее, чем просто наши молитовки за них. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok